Здравствуйте, я Алина Николаева и команда городского телеканала Первый Ростовский. Выделим главные новости недели, расставим акценты и так. Ростов-Главное – это начало частичной мобилизации в России. В армию призываются 300 тысяч резервистов и уточнения Минобороны по частичной мобилизации. Отсрочку получат айтишники, операторы связи, сотрудники СМИ и финансовых организаций. Ростов-Главное – это старт референдумов о воссоединении с Россией, Республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и митинг-концерт в их поддержку. Ростов-Главное – это встреча губернатора с активистами, которые опасаются застройки Рощи СКА, разгар вакцинации от гриппа и продолжение профилактики коронавируса, а также работа социального такси. Ростов-Главное – это донские рыба и раки на международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге с интересом главы российского Минсельхоза и новый пункт весогабаритного контроля на дороге Миллерово-Вешенская. Ростов-Главное – это пуск в шахте Саткинской новой лавы, балканский соблазн империи, а также высадка секвой в подарок от путешественников на Буханке. Ростов-Главное – это дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге с выездом театров, ансамблей и музеев. Планы нового сезона молодежного театра и погода на выходные за окном. Частичную мобилизацию объявил на этой неделе Владимир Путин. Она началась со дня подписания указа, то есть с 21 сентября. Набрать планируется 300 тысяч солдат. Сегодня наши вооруженные силы, как уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров. Противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призывается по расчетам министра обороны 1% от мобилизационного ресурса России в почти 25 миллионов человек. Мобилизованные пройдут переподготовку и слаживание. В первую очередь их обещают использовать для закрепления на освобожденных территориях и контроля за линии соприкосновения. Студентов-срочников призывать не будут. Василий Голубев сообщил, что возглавил призывную комиссию по мобилизации граждан в Ростовской области. Минобороны уточнило тех, кто еще получит отсрочку от частичной мобилизации, кроме работников оборонки. Это сотрудники с высшим образованием, аккредитованных IT-компаний и системообразующих СМИ, операторы связи. Ведь эти специалисты обязаны обеспечить устойчивую работу объектов критической информационной инфраструктуры и оперативное информирование населения, гарантировать стабильное и безопасное предоставление цифровых сервисов, простимулировать появление новых российских разработок для ускоренной замены импорта, в том числе в ОПК. Отсрочку получат и сотрудники финансовых организаций. Это специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, работу и защиту информационных систем, работники дежурных смен, специалисты, работающие с населением и предприятиями. Мобилизованных в Ростовской области уже отправляют воинские части. В Ростове круглосуточно работают четыре пункта предварительного сбора граждан. После получения повестки нужно явиться в один из таких пунктов в указанное время. Здесь сверят документы, проведут медкомиссию и отправят в воинские части Ростовской области для подготовки. Об этом рассказал военный комиссар советского и железнодорожного районов города. Первоначально проходит оповещение граждан по домашним и служебным адресам. Были развернуты также участки оповещения, через которые мы проводили оповещение. Установлено время прибытия и граждане прибывали в установленные сроки на пункт приема. Приходят такие пункты и добровольцы. Один из них – Анатолий Рыбаков. Ему 51 год, прапорщик, 7 лет служил в погранвойсках. Сейчас хочет снова стать в строй и защищать родину. Ровно то же самое сделали его бывшие коллеги. Частичная мобилизация в Ростовской области продолжится до тех пор, пока не будет выполнен план набора, рассказали в пункте предварительного сбора граждан. Референдумы по вхождению в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей стартовали в эту пятницу. Те, кому пришлось бежать от боевых действий, могут проголосовать в нашем регионе. Наша съемочная группа побывала на выездном участке в пункте временного размещения. Все желающие граждане Донецкой и Луганской республик, находящиеся в Ростовской области, могут проголосовать здесь. В санатории «Надежда» они выстроились в очередь, и никто не скрывает, с каким ответом сюда идут. У нас в городе все пойдут, все, потому что война надоела всем. И с первого дня, когда начались бомбежки, сначала мы, конечно, не понимали, за что. Мы просто проявили свою волеизъявление. Мы не хотим, мы хотим разговаривать на русском языке. Я только за то, чтобы мы были в России, потому что мы в 2014 году испытали, я с дочкой, ой, не надо это снимать, с дочкой, мы дежурили в детском саду, потому что никого не было. Испытали такое, что, не дай бог, никому. И эти восемь лет мы очень ждали. От референдума мы ждем защиты от России, вхождения в Россию, и мы вместе с Россией. Все избиркомы организованы голосующими территориями ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями. А наш избирком только помогает технически, предоставили ящики для голосования, в том числе переносные. Приехавшие к нам журналисты из Германии Патрик Ваап с коллегой удивились, как быстро, в такой короткий срок, все успели организовать. На выездное голосование они попали абсолютно случайно и стали наблюдателями. А вообще приехали сюда собрать материал для книги о конфликте на Украине. Причем с обеих сторон. На Западной Украине уже побывали, теперь едут на восток, своими глазами увидеть то, что происходит, и пообщаться с людьми. Референдум заинтересовал как историческое событие, а завтра они уже будут в Луганске. Когда я работал журналистом, я много был и в России, и на Украине. И снимал для немецких телеканалов документальные фильмы. А то, что сейчас рассказывают о конфликте в немецких СМИ, это полная чушь. При том, что большинство тех, кто сейчас нагнетает обстановку против России, даже не знают, где Украина находится. И моя основная цель – показать культуру России и Украины, показать историю этого конфликта, как он есть. В 38 пунктах временного размещения Ростовской области сейчас больше 4 тысяч беженцев, почти половина из них дети. Масса людей живут на квартирах. Три ближайших дня они смогут голосовать на выездных комиссиях. Для этого специально оборудовали автобусы. И только на один день, последний, 27 сентября, откроются стационарные участки. Где они находятся, в целях безопасности не разглашают. Голосующие могут задать любой вопрос по референдуму по телефонам колл-центра. Марина Черных, Юрий Лешко, Первый Ростовский. Митинг-концерт в поддержку стартовавших референдумов по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей провели в эту пятницу в Левобережном парке Ростова. Акцию под названием «Своих не бросаем» организовало региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Тысячи ростовчан собрались сегодня здесь, в Левобережном парке. Общественники, молодежь и просто неравнодушные. Митингам-концертам «Своих не бросаем» выражают поддержку референдумам в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Многие общались с беженцами, знают о кошмарах из первых уст и уверены, освобождение этих территорий и вхождение в состав России будет для них спасением. Дети, которые воспроизводят минуту войны и воспоминания того, что они видят сейчас и наблюдают, конечно, очень душевно больно. Мы всегда за трудящийся народ, за народ, который трудится во благо нашей России. Выразить поддержку приходят целыми коллективами, как Центр образования неслышащих детей. Думаю, что те плоды, которые мы от этого получим, они будут вообще очень значимы для всех. У нас сегодня была встреча с коллективом Луганской школы, мы заключили договор о сотрудничестве. У них такие же дети, как у нас. И я надеюсь, что именно общение с ними принесет для нас и новое в работе, и в обучении детей. Конечно, они проходят мимо и те, кто видел, через что пришлось пройти жителям освобожденных земель. Даниил Курьянов участвовал в первой гуманитарной миссии. Доехал до Волновахи. То, что мы видели, то, что мы слышали там каждый день, это достаточно тяжело чувствовать всю трагедию этих людей. Потому что здесь собралось огромное количество людей, которые по факту не относятся к ДНР, не относятся к Запорожской области. Но они пришли поддержать референдумы. Это говорит и значит очень много о нашем населении. Свою солидарность с жителями Донбасса, Херсона, Запорожья, которые сами хотят определять свою судьбу на митинге-концерте, выражали через патриотические песни, стихи и плакаты. Всегда Россия, мать, безжалостно кралась, смитая все преграды на веку. Юлия Карасюк-Тегир-Фатахов, Первый Ростовский. Трое ростовчан разводили на деньги тех, кто по какой-то причине не мог взять кредит в банки. Обещали им обнулить кредитную историю, а в итоге обнуляли счета. Подробности в сегодняшней сводке ростовского городового у Анастасии Фериченковой. Теперь они под стражей, ждут суда. Но начну я с других новостей. Сразу две ужасные трагедии с детьми произошли на этой неделе. Частный дом номер 33 на Садовой улице Хутора Астахов загорелся в среду около 8 часов утра. С огнем на площади 70 квадратных метров 11 пожарных смогли справиться за 40 минут. Но потом при осмотре помещения обнаружили детские тела. Сначала 4-летнего мальчика и 2-месячной девочки, а чуть позже был найден третий погибший ребенок, годовалая девочка. Родители 19-летняя мать и 25-летний отец, а также четвертый ребенок, девочка трех лет, выжили. Они с травмами в больнице. Причина пожара устанавливается. ДТП на автодороге Волгодонск-Дубовская из-за неосторожного обгона убила мать троих детей. Многодетная семья с тремя детьми плюс еще племянник ехала на Форде Мондео в этот день в среду около 15 часов. Пойдя на обгон, глава семейства не справился с управлением и на большой скорости вылетел в кювет. Машина полетела к уборям, на ней нет живого места, пострадали все шесть человек. 44-летний водитель, его 35-летняя супруга и четверо детей. 17, 14, 7 и 3 лет. Все они были доставлены в больницу, трое детей в реанимации, а женщина от полученных травм скончалась. Поможем взять кредит за вознаграждение. Примерно с таким предложением обратились трое ростовчан к тем, кому отказали в кредите банки. Мошенники создали целую сеть коммерческих организаций по оказанию финансовых услуг, а по факту – денежному обману. Они подыскивали клиентов из числа граждан, которым банки отказывали в кредитовании. Злоумышленники предлагали им свою помощь, ссылаясь на наличие договоренностей и обещая исправить кредитную историю, что позволит без проблем получать займы. Стоимость услуг аферистов зависела от суммы, которую гражданин планировал взять в долг у банка. При этом мошенники обещали, что часть уплаченных им денег пойдет в счет погашения будущего кредита. По факту же никаких договоренностей с банками у них не было, а деньги они просто присваивали. По этому делу в полицию обратились два десятка обманутых граждан. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». При обысках в офисах аферистов изъяты компьютеры, телефоны, терминалы для оплаты, документация, а подозреваемые под стражей. На этом все. До встречи. В Рощи СКА многоэтажки расти не будут. Василий Голубев заявил, что власти не согласятся с застройкой этой зеленой территории. О том, что позиция эта неизменна, он рассказал на встрече с тревоженными активистами. Вопрос возможной застройки Рощи СКА подняли 14 сентября на прямой линии губернатора. А через несколько дней Василий Голубев встретился с обеспокоенными ростовчанами. Там стоял вопрос осуществления проекта планировки и застройки нашей территории, чтобы снести эти гаражи. Вот все хотят там построить. Вот просто. Причем, как бы, этой застройкой, да, тоже ушло бы определенное количество леса. Гаражи удалось сохранить. Сносу они теперь не подлежат. Вырубить деревья тоже не дадут, заверяет губернатор. Мы никогда не согласимся с тем, что там будет застройка. Решение этой застройки разрешает только город. Никто другой. Хорошо. По поводу регистрации права. Эта земля должна быть... Значит, мы только что говорили, если вы слушали, что мы добиваемся передачи этой земли в муниципальную собственность. И мы будем двигаться к этому. Застроить рощу хотела некое физическое лицо, которое арендовало в ней землю. Позже в суде выяснилось, что аренда эта была незаконной. И договор расторгли. Суд сослался, что данный земельный участок отнесен к зоне зеленых насаждений и является территорией общего пользования. И сегодня ни генеральным планом, ни ПЗЗ права земли по пользу городу, ни каких там застроек проводить невозможно. Василий Голубев планирует обсудить вопрос сохранения рощи с руководством компании Дом РФ. Именно этому институту развития сейчас принадлежат полномочия на распоряжение земельным участком. А главе администрации Ростова поручено подготовить официальное обращение к Дому РФ с предложением перевести рощу СКА в муниципальную собственность. Дмитрий Сумской, Тагир Фатахов, Первый, Ростовский. Савигрипп для взрослых и ультрекс для детей. Такие препараты используются сейчас при вакцинации от гриппа. И привито уже больше 163 тысяч ростовчан. А 700 тысяч защитили себя от коронавируса. Как идет процесс, наша съемочная группа на этой неделе наблюдала в пятой и десятой поликлиниках. Полгода прошли, да? Да. Как вы принесли ее? Замельчай, наверное. Хорошо. Осложнений никаких-то не было, да? В городской поликлинике номер 5, как и во всех других медицинских учреждениях, продолжается вакцинация и ревакцинация от ковида. С начала пандемии здесь привили больше 53 тысяч человек. 23 тысячи ревакцинированы. Пенсионерка Любовь Коновалова признается, скрыться от омикрона не удалось, но прививка помогла переболеть в легкой форме. Сегодня делает уже третью и тут же прививается от гриппа. Когда понимаешь, что люди умирают, а ты можешь даже не так заболеть сильно, но заразить других, и они могут умереть, то лучше в этой ситуации сделать прививку. И себя сберечь, и других сберечь. Давайте беречь друг друга. В настоящее время мы имеем в достаточном количестве гам-ковид-вак, так называемый спутник двухкомпонентный вакцину. Поэтому мы всех приглашаем и ждем на вакцинацию и на ревакцинацию. Если вакцинация от ковида ведется постоянно, то прививки от гриппа сезонные, их начали делать с августа. В городской поликлинике номер 10 получено 8 490 доз препарата Савигрипп для взрослых и 3 100 доз вакцины Ультрикс для детей. Уже привито 6 700 человек. Прививки от гриппа делаю каждый год. Считаю, это очень важно перед сезоном обязательно прививаться, потому что очень большой рост заболеваемости. Считаю, что всем необходимо делать прививки от гриппа. Как и вирус коронавируса, вирус гриппа постоянно мутирует. И в зависимости от циркулирующего вируса мы получаем вакцины от гриппа и всегда приглашаем ростовчан на вакцинацию. И сделать укол Савигриппа лучше прямо сейчас, до начала подъема заболеваемости. На прививку можно записаться на сайте поликлиники и просто туда прийти в будни с 8 до 8 на выходных в первой половине дня. При себе иметь паспорт, полис и СНИЛС. Мария Филинкова, Татьяна Цепелева, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. Социальные такси теперь есть во всех городах и районах области. И люди с ограниченными возможностями здоровья могут поехать на них в больницу и реабилитационный центр на культурный или спортивный праздник. Выйти из отворнического образа жизни, быть мобильными и активными. Помогает пенсионерам и людям с ограничениями здоровья служба социального такси. И если раньше о походе в бассейн Надежда Миронова с дочерью могли только мечтать, сегодня это их еженедельная реальность. У нас есть дети в районе, колясочники тоже ездят на занятия, ездят в медицинские центры по врачам. На Левобережье у нас мероприятия были, в День защиты детей мы ездили. Виталий Томилин сел за руль спецавтомобиля в 2018-м и как раз успел поработать на чемпионате мира по футболу. А сейчас помогает жителям пролетарского района Ростова. Очень удобная штука для инвалидов, то бишь не нужно напрягаться. Подняли и опустили. Социальные такси курсируют по Ростовской области уже пять лет. Вместе с автомобилями закупаются специальные гусеничные лестничные подъемники, помогающие выйти из подъезда многоэтажки. Хочется отметить, что эта услуга на сегодняшний день очень востребована, если за все время действия служб социального такси ей воспользовалось уже порядка 50 тысяч человек, только в этом году услугами социального такси воспользовалось около 9 тысяч человек. За деньги областного бюджета куплены 53 специализированные машины. И в каждом муниципалитете в центрах соцобслуживания созданы диспетчерские службы социального такси. Дарья Петренко, Первый Ростовский. А мы продолжаем программу. Смотрите далее в выпуске. Ростов-Главное – это донские рыба и раки на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге с интересом главы российского Минсельхоза и новый пункт веса габаритного контроля на дороге Миллерово-Вешенская. Ростов-Главное – это пуск в шахте Саткинской новой лавы, балканский соблазн империи, а также высадка секвой в подарок от путешественников на Буханке. Ростов-Главное – это дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге с выездом театров, ансамблей и музеев, планы нового сезона молодежного театра и погода на выходные за окном. Территории опережающего социально-экономического развития, которые созданы в трех моногородах нашей области, помогают снизить зависимость от градообразующих предприятий, например, в Звереве от угледобывающих. В ТАСЭР этого города уже 10 резидентов. Их продукция уникальна или направлена на решение задач импортозамещения. Этот элеватор в Звереве в следующем году отметит 90-летие. Сегодня он переживает второе рождение. После трех лет простоя уже год работает под новым именем СВС Агро и с новым инвестором. Тогда же стал резидентом ТАСЭР. Инвестиции были вложены в 3,5 миллиона. Это частные инвестиции от нашего руководителя. Мы в первую очередь сделали газовое оборудование, полностью поменяли газовое оборудование. Газ сделали сушилку для сушки зерна. Для длительного хранения зерна и семечки здесь есть все необходимое. От конвейеров до складов с системами охлаждения, вмещающими до 30 тысяч тонн. Но прежде чем груз окажется в них, его проверяют в лаборатории. У подсолнечника мы определяем влажность, определяем кислотное число масла, определяем сорную масличную примесь. Еще нужно нам бы определять масличность, но прибор этот стоит 6,5 миллионов. Но я думаю, в дальнейшем мы его приобретем. До 30 проб семечки подсолнечника и, соответственно, столько же машин с ней проверяют здесь ежедневно. Зерна и того больше. Работают в лаборатории втроем, а современная техника помогает. Когда проверка пройдена, груз отправляется на склад, а оттуда, когда придет время, к покупателю на переработку. Еще один резидент Тассер Зверева – графит. Производит полуфабрикаты на основе углерода. А его фильтранты из угля антрацита – отличная альтернатива импортным. Если углеродсодержащий материал используется в металлургии, при выплавке стали, то фильтранты используются везде. Это и очистка бассейнов, и очистка сточных вод, ну а также водоподготовка любая. Предприятию три года строили его с нуля, а резидентство в Тассер дает явные преимущества. Здесь и компенсация налогов на зарплату, и нулевая ставка налога на прибыль. Это помогает платить нормальные зарплаты сотрудникам, поддерживать полноценный штат. В графите работают чуть больше 30 человек, и есть планы на расширение и строительство второй линии. А первая способна производить около 3000 тонн продукции в месяц. Сырье поступает в бункер-накопитель, а оттуда – в сушильный барабан. После сушки на линию просева и дравления. Готовая продукция, определенных по размеру фракций, фасуется в мешки и отправляется покупателю. В Тассер Зверево уже 10 резидентов. Все они малые и микропредприятия. Власти города вместе с региональным Минэкономразвития и правительством постоянно работают над привлечением новых резидентов. Город, несмотря на то, что маленький, у нас имеется 5 инвестиционных площадок общей площадью в районе 50 гектар. Поэтому есть коммуникации необходимые. Поэтому мы ждем инвесторов, работаем над привлечением крупного инвестора. И очень важно было создать такие условия, которые позволят создать и новые рабочие места, и развивать совершенно разные направления деятельности. База была, конечно, заложена хорошая, но работу эту надо продолжать. В целом, резидентное место СССР в нашем регионе создано полторы тысячи рабочих мест и вложено почти полмиллиарда рублей. Алина Николаева, Руслан Хамчаев, Первый Ростовский. Свои возможности по разведению, вылову и переработке рыбы Ростовская область презентовала на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. С нашим стендом ознакомился глава федерального Минсельхоза Дмитрий Патрушев и заинтересовался рыбными снэками. Вяленая, копченая, свежемороженая, консервированная рыба и, конечно, раки. Аппетитный стенд Ростовской области на Международном рыбопромышленном форуме старается удивить разнообразием. Что неудивительно, в нашем регионе работают четыре сотни предприятий рыбхоза и продукцию выдают в большом ассортименте. Рыбные снэки, например, заинтересовали даже главу федерального Минсельхоза. Дмитрию Патрушеву об этом инвестпроекте подробно рассказывает губернатор. С сушеными кальмарами и желтыми полосатиками беседы не ограничиваются. Говорят о перспективах развития и поддержки, которую правительство области оказывает предприятиям. В прошлом году, например, им направили больше 59 миллионов рублей. В этом бюджетное ассигнование увеличено почти вдвое, отмечает Василий Голубев. Подробнее о развитии рыбной отрасли и сельского хозяйства в целом губернатор и министр говорят уже на рабочей встрече. В целом, урожайка Российской Федерации, за это я вас хочу поблагодарить. В целом, индекс по производству сельского хозяйства у вас достаточно на достойном уровне. Здесь же на форуме Ростовская область подписывает соглашение со Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Такое сотрудничество даст дополнительный импульс рыбохозяйственному комплексу региона, уверены стороны. С регионом будем работать над развитием различных тем, связанных с рыбалкой, с использованием рыбы, с туризмом, с использованием различных электронных способов, методов и программ. Поэтому работа большая, развитие аквакультуры, развитие просто рынка рыбы. Регион ждет развития рыбной отрасли и развития реализации наших планов. Сегодня Ростовская область – лидер в стране по аквакультуре. 24,5 тысячи тонн мы выращиваем, производим рыбы. У нас есть цели, и это определено стратегией развития региона, выйти на 30 тысяч тонн. Международный рыбопромышленный форум – важная для нашей области площадка. Здесь можно найти новых инвесторов, расширить рынки сбыта продукции и тем самым увеличить объемы продаж. Мария Филинкова, Виктория Щетинина, Первый Ростовский. Новый пункт автоматического веса габаритного контроля появился в Миллеровском районе на дороге Миллерово-Вешенская. Так что теперь водителям грузовиков точно не стоит нарушать. Установку пункта закончили раньше срока и запустили в тестовом режиме. Готовность объекта оценил министр транспорта. Следить за весом водителям большегрузов теперь придется тщательнее. В Миллеровском районе на дороге 60К17 между Ярским и Кошарами установили автоматический пункт веса габаритного контроля. Сдать в эксплуатацию его должны были 30 ноября, но справились заметно раньше срока. Оценить работу приехал министр транспорта. Это у нас восьмой пункт массового контроля, это автоматическая дорога Миллерово-Вешенская. Давно раньше срока у нас 30 ноября был срок сдачи, сейчас мы досрочно опустили, поставили все оборудование, сейчас находится в тестовом режиме. Мы тестируем, смотрим, как синхронизирует с общей системой. Пусть и в тестовом режиме, но комплекс работает, так что скоро владельцам разбивающих дорогу перегруженных большегрузов будут приходить крупные штрафы. Так для грузоперевозчиков появится стимул не нарушать, выбивая колесами ямы в асфальте. То есть объект досрочно сдан, объект сдан с качеством, мы видим уже как тенденция развития построительства контроля пошла. И, конечно, это первая наша задача. Это убрать сверхмонтивный груз с автомобильных дорог, с охранностью дороги, ну и, соответственно, что привод безопасности дорожного движения. До конца следующего года по программе «Безопасные качественные дороги» в регионе планируют установить еще 11 таких пунктов весогабаритного контроля. Дмитрий Сумской, Юрий Санкин, Первый, Ростовский. Шахта «Саткинская» в Белоколитвинском районе запустила новую лаву. Проектная мощность ее больше полумиллиона тонн. Такой объем позволит непрерывно работать около полугода. Запуск новой лавы – новый этап развития шахты «Саткинская». Объем запасов на этом участке оценивают в более чем полмиллиона тонн. Предприятие «Саткинская» – это одна из ведущих наших угольных компаний. И сегодня в целом за 8 месяцев угольными предприятиями нашего региона добыто около 4 миллионов тонн угля. Предприятие эффективно работает, пользуется теми формами поддержки, которые сегодня правительство области предлагает. Непосредственное участие принимал в запуске главы министра промышленности. Несмотря на всю его занятость, нашел время, подъехал, подъехал. Это еще раз свидетельствует о том внимании и контроле руководства области, который расширяется угледобывающим предприятием, и о том уважении, которое проявляется шахтерскому труду. Подземный забой оснащен современным оборудованием. Его перемонтировали с отработанного участка. Причем в рекордные сроки – всего за 18 дней. При том, что в среднем на это требуется до двух месяцев. Запасы отрабатываются на глубине 220 метров, длина лавы – 245 метров. По прогнозу, из новой лавы шахтеры будут ежесуточно выдавать на гора от 4 до 6 тысяч тонн угля. Ну, это буквально на месяца 4-5 работа. Ну, буквально полгода, так скажем. Самый максимальный срок – полгода. И потом обратно мы из этой, которой мы сегодня лавы были, будем переходить в другую, новую лаву. За 8 месяцев этого года объем добычи угля на Саткинской превысил полтора миллиона тонн. Предприятие добывает антрацит, то есть самый лучший чистый уголь. Дарья Петренко, Сергей Богачев, Первый Ростовский. Прометей дал людям огонь, а дружина с таким названием старательно его тушит. Добровольные пожарные Ростовской области – одни из лучших в стране. И взрослые, и юные. С чем их и поздравили глава МЧС и представитель Совета ВДПО. Торжество устроили в Оксае. В этой гимназии не только поют про спасателей, многие и сами являются чуть ли не профессиональными пожарными. В прошлом году дружина юных пожарных Прометей стала одной из лучших в России. И в качестве поощрения ей организовали поездку в Минск, в детский центр «Зубренок». У нас в классе большинство ребят участвует в этом. Это всегда какие-то поездки, организации. Нам нравится пропагандировать это все, нести такую пропаганду первоклассникам. Мы выступали в детских садиках. Чувствуешь, что приносишь пользу обществу. Одним из лучших в России стали не только юные пожарные. Добровольная пожарная дружина Рассветовского сельского поселения заняла второе место на всероссийском конкурсе. Достижение более чем серьезное. Но ведь и подход к работе у добровольцев такой же. У нас 38 добровольных пожарных на территории поселения. Также медосмотр пройден. Имеется первичное пожаротушение. В каждом населенном пункте это мотопомба, это ранцевый огнетушитель, это хлопуша. Мы выезжаем каждый раз на возгорание, активно участвуем. Мы сегодня честовали Рассветовское сельское поселение, а именно добровольную пожарную команду, которая на всероссийском конкурсе заняла второе место. Это реальные добровольцы, которые осуществляют тушение пожаров, помощь нашим старшим братьям пожарным в тушении, как правило, ландшафтных пожаров. Конечно, добровольцы всегда готовы помочь профессионалам. Но желают им и себе, чтобы работы было поменьше. Дарья Петренко, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. 145 лет русско-турецкой войне и 110 – первой балканской войне в этом году. Этим датам посвятили на этой неделе Всероссийскую научную конференцию «Балканские соблазны империи» в главном корпусе ЮФУ. Во обсуждении парадоксального значения балканского фактора к российским историкам присоединились зарубежные коллеги. Оказывается, длящимся прошлым может быть не только то, что ты пережил сам очень давно, даже 60 лет назад, но и куда более давние события, даже не из своей, а из чужой жизни, причем не из жизни родителей, а дедов. Например, русско-турецкая война 1877-1878 годов и первая балканская 1912-1913. В этом году у них круглые даты, и именно через эти конфликты российские историки предлагают взглянуть на сегодняшнюю политическую повестку. Важно, что итогом стало такое достаточно серьезное единение государства, власти, общества, что позволило, так сказать, обеспечить триумф российской армии с одной стороны, а с другой стороны мы все должны, извлекая эти уроки, понимать, что сегодня главное единение в единстве целей, понимание тех задач, которые сегодня стоят, в том числе при проведении специальной военной операции. Балканский соблазн империи собрал на конференцию отечественный научный пул и представители Италии и Сербии, Венгрии и Болгарии. Съезд разделили на три панели. Первое – обсуждение русской духовной и политической культуры в метасюжете «Балкан». Мы очень многим обязаны Балканом. Это то, откуда пришло к нам христианство, пришла письменность. И не просто письменность. Мы получили огромный корпус культурных достижений, огромный корпус литературных текстов, которые радикально преобразовали наш язык. Но, с другой стороны, не случайно Балканы традиционно именовались и продолжают именоваться «Пороховой бочкой Европы». И сегодня в политический лексикон вошло такое выражение, как «балканизация». Вторая панель обсуждений – балканский вектор дипломатии между интересами и ценностями. Считается, что следствием двух этих войн – русско-турецкой и первой балканской – стало то, что Россия проиграла в дипломатическом вопросе, упустив из своего влияния Болгарию. Получив этот самый суверенитет, многие балканские страны переориентировали в значительной степени. Как только эта историческая миссия была осуществлена, новые леты славянских государств на Балканах и греческого государства стали искать собственное место в этом новом политическом поле. В этом смысле опека со стороны России уже казалась им излишней. И третья панель – интеллектуальное смысление балканского вопроса. Участники надеются, что такие конференции станут регулярными, ведь они помогают переосмыслить прошлое и сформировать коллективную историческую память. Юлия Сурикова, Владимир Савилов, Первый, Ростовский. Белому медвежонку уже почти два года, а он не торопится взрослеть. Все так же играет со своими игрушками в бассейне. Наш корреспондент Екатерина Лободина разглядела прыжки и айки в воду через интернет и готова рассказать, что еще удивило ростовчан в сети. Еще ростовчане обсуждали Бентли с перекрученным на крышу багажником и поиски попугая Жоры. Подробности сейчас расскажу. Малышке айки скоро исполнится два года. Она продолжает вести себя как ребенок. Плавает в бассейне, играет с канистрами и мечами, беззаботно лежит под солнцем, наслаждаясь осенней прохладой. Пользователи сети умиляются и задаются вопросом, а что еще ребенку делать? Как ей хорошо в прохладной воде. Сразу видно, наслаждается жизнью. И вообще айка классная. Бентли с вкрученным болтами в крышу багажником повеселил пользователей сети. Такого улучшения элитной иномарки никто просто не ожидал. Ребята, Бентли. Убойный. Керамики весть. Керамики весть. Первому утр. Каточки. Ой-ой-ой-ой-ой. Лев. А тут... Та-дам! Блин, на живую! Это ж четверышный. Это капец, гляньте. Но были и те, кого все это не удивило. Этому Бентли уже 40 лет. И стоит он не больше Соляриса или Рио. Так что к нему можно и телегу прицепить, если очень надо. И вообще машина не роскошь, а работяга. Потерявшегося попугаю Жору разыскивают в Кировском районе Ростова. По словам хозяина птицы, улетела она из окна около Ворошиловского моста. Найти своими силами не удалось. И автор поста попросил помощи у горожан за вознаграждение. Подписчики тут же посоветовали нашедшему Жору самому заплатить хозяину, потому что это дешевле, чем его содержать. Некоторые, с сожалению, заметили. Говорить надо было учить. Так бы он смог спросить дорогу обратно. А другие уверены, что Жорик уже травит интересные истории голубям и воробьям. Но все же большинство по-настоящему переживают за попугая. И желают, чтобы он быстрее нашелся. Это весь мой лов интернет новостей на этой неделе. Спасибо, Катя. А мы продолжаем выпуск. Рядом с Ростовом вырастут секвои и самые большие деревья в мире. Их высота около 100 метров, толщина до 7. Осталось только подождать где-то тысячу лет. Именно через это время они достигнут своего пика. Необычный подарок сделали области путешественники из Москвы. Они отправились в кругосветное путешествие на Буханке и заехали по пути к нам в гости. Сегодня в Буханке необычный груз. На задних сиденьях трясутся 130 пассажиров. Это малыши секвои, которых высадят по всему Кавказу. Кругосветка вокруг света через Северный Кавказ начинается с Ростовской области. Ну почти. Московские путешественники уже десантировали отряд хвойных в Воронежские земли. Мы вторые по очереди. Это первая в мире кругосветная экспедиция, совершенная дважды на одном и том же авто. И каком? Отечественной Буханке. Первый раз она побывала в Южной Америке, проехала Африку и пересекла вдоль нашу страну. Сейчас маршрут еще экстравагантней. Азию мы хотим, так сказать, по-другому уже немножко охватить. То есть сейчас пройдем по Ближнему Востоку и потом по восточной побережью Африки, по восточной, так сказать, кромке Африки, не совсем побережье, до ЮАР. Потом планируют переправить авто в Антарктиду, Австралию, вернуться через Индию, Пакистан, Афганистан. Пробег Буханки перевалил за 100 тысяч километров. И на всем пути ни одной серьезной поломки. Песок, горы, бездорожье, русскому УАЗу оказалось все по колесу. В путешествии выяснилось, это еще и самое известное из отечественных машин в других странах. Многие люди знают, то есть, допустим, в странах Африки и даже Латинской Америки, люди знают эту машину, говорили, что они на ней служили, воевали. Ну, просто у нас же, значит, сфера влияния в Советский Союз был обширным. Вторую кругосветку путешественники, а это двое мужчин, решили наполнить вечным смыслом. По всему российскому маршруту будут высаживать секвои – самые высокие деревья в мире. Живые капсулы времени должны сохранить имена участников акции на века. Саженцы из семечек получили сами путешественники. Из семечки до такого размера секвоя выросла за год. Где-то тысяча лет ей понадобится, чтобы достигнуть своего стандартного роста. Это 100 метров. Ну, а лет через 20 она сравняется примерно вот с этим деревом. У вас условия, ну, теоретически подходящие. То есть такая мягкая зима, отсутствие суперсильных морозов. Единственное, они любят туманы, конечно. Может быть, первые несколько лет придется их так вот периодически опрыскивать, создавать им такой искусственный туман. Место выбрано, исходя из того, что этот авиадорожный комплекс в футере Ленина совсем скоро станет новым местом для туристов. Всего 20 километров от Ростова. Рядом с трассой М4 Дон. Комплекс в первую очередь для тех, кто возвращается с отдыха в столицу. Мимо этого места точно не проедешь. А когда разрешат полеты, и не пролетишь. Взлетная полоса будет принимать авиапутешественников, имеющих возможность прилететь на своем транспорте или арендованном. Пожалуйста, мы всех рады видеть. Самолеты взлетают, приземляются у нас, человек отдыхает. И, конечно, Алия Секвой будет еще одним аргументом за остановку здесь. Важно было выбрать место, которое бы обладало большим туристским потоком. Что у нас явный наш приоритет и конкурентное преимущество – это трасса М4 Дон. Это наша большая сухая река. Это наш огромный туристский поток транзитных туристов. Регион является хабом. Аллея из Секвой появится еще в 12 городах Юга и Северного Кавказа. Цель экспедиции – вспомнить и увековечить людей, которые повлияли на развитие региона, на его традиции. Одно дерево – одна история. 130 посаженных деревьев. 130 рассказанных историй. Юлия Карасюк, Юрий Санкин. Первый ростовский. Первый год. Из первых событий стало подписание плана развития сотрудничества Южной и Северной столиц на 2023-2025 годы. Наше соглашение, оно еще раз подтверждает, а дорожная карта определяет пути развития нашего взаимопонимания, взаимоотношения. Это в области культуры, образования, промышленности, сельского хозяйства. В течение трех дней Донские театры, симфонический оркестр и ансамбль представляли свое творчество на различных площадках. В частности, в капелле Санкт-Петербурга и Мариинском театре. Наш президент объявил этот год годом культурного наследия. И в рамках его проведения наши коллективы, театры, музеи, наша филармония сегодня представляют свое искусство здесь, в Санкт-Петербурге. Нас объединяет общая история или наследие нашего великого Петра I. Семь премьер, обменные гастроли и творческая лаборатория. Такой урожай готов собрать молодежный театр в новом 93-м сезоне. Покажут дорогую Елену Сергеевну «Опасные связи», «Мендель», «Крик» и «Сыновья», «Леди Макбет» Меценского уезда, «Метель» и еще две новогодние постановки. А пока мы посмотрим, какими будут «Опасные связи». Вы поверьте, и так очень скоро придет время горьких морщик, время тяжких забот. Вы, притворство, уже не заметили в гимнах скромности и добродетелей. Но всесильно природы и разума власть. И ответите, верю, вы страстью на страсть. Постановка по роману француза Шадерло де Лакло, но за литературную основу взята одноименная пьеса британского драматурга Кристофера Хэмптона. Репетиции «Опасных связей» подходят к концу. 30 сентября премьера откроет большую сцену. «Я хочу, чтобы вы покинули этот дом!» Питерская творческая группа не меняет ни время, ни место действия. Это не современный мир с его развращенной реальностью, как сейчас модно в театральных экспериментах. Здесь все по роману. Парики и корсеты, камзолы и жилеты. Такой костюмированный бомон второй половины 18 века, накануне Великой Французской революции. Великосветский повец Виконт де Вальмон пытается соблазнить воспитанницу монастыря Сесиль де Валанш. В самой пьесе очень много комических, несмотря на то, что часто практически не заканчивается трагедийно, но как у нас в жизни, все же очень рядом. С одной стороны, вот только что произошло какое-то несчастье, а тут же мы вдруг шутим и наоборот вдруг возникает какая-то нелепая ситуация. Буквально сразу после этой золотой премьеры, прозванной так из-за напускной блеск декораций костюмов, артисты отправятся на обменные гастроли в Питер с тремя спектаклями. Амадей, Дон Жуан и Месяц в деревне. С ответными постановками в конце октября приедет молодежный театр на Фонтанке. А затем здесь начнется большая работа над новым спектаклем. По рассказам Бабеля срежиссирует его Михаил Заец. Та история, которую он задумал, это такая, может быть, как-то пересказанная даже история короля Лир. Трагедия, когда отец утрачивает свою значимость, его место занимают его сыновья и что при этом происходит. Ну, короче, такая болезненная тема, философская, о ней много можно говорить. Премьера «Менделькрик и сыновья» планируется на 9 декабря. В предновогодний месяц выйдет еще три спектакля. На малой сцене праздничная детская постановка, на большой, переосмысленная с новым актерским составом «Золушка». И, конечно, традиционный новогодний ревю. 2023 тоже уже расписан. В планах еще одни гастроли и творческая лаборатория Олега Лаевского. А из премьер весной ожидаем. Леди Магбет Мценского уезда, а под занавес 93-го театрального сезона «Пушкинскую метель». Воды у небес на конец этой недели хватило. А вот воскресенье, скорее всего, будет сухим. Погоду попытается представить во всей красе наш метеокор Иван Полехин. Ростовчане, всем привет. Ну вот мы и добрались до конца нашей рабочей недели. А значит, до выходных, соответственно. А вы знаете, что эти нерабочие дни тоже имеют свои собственные приметы, предназначенные только им. Ну вот, к примеру, суббота считается таким самым спокойным, наверное, днем недели. В этот день принято переезжать там с места на место или, может быть, на новое место работы. В этом во всем ждет удача, если человек это делает. Ну и, соответственно, все абсолютно новые такие начинания лучше делать в этот день. Все будет удачно у вас. В воскресенье же считается более таким энергичным и напряженным днем. Из интересных примет нельзя в воскресенье стричь волосы и ногти. Ну, с этим состригаешь удачу, так считается. Ну, а что нас ждет на выходных в плане погоды, расскажу буквально через 30 секунд. Субтитры сделал DimaTorzok. В целом, если охарактеризовать выходные и понедельник в плане погоды, можно сказать, они будут удобными для прогулок на свежем воздухе. По ночам воздух будет остывать до 11 градусов, зато днем 17-20. И осадки возможны только в субботу, днем и вечером. Но если дождь и будет, то довольно слабый. А вот ветер за три дня будет разнообразным. В субботу чуть больше двух метров в секунду с юго-запада. В воскресенье 4,5. Оттуда же в понедельник 3,5. Вот тогда и увидимся. И продолжим смотреть на осень с погодной точки зрения. Расставляли акценты для программы «Ростов-Главная» команда телеканала «Первый Ростовский» и я, Алина Николаева. Давайте сосредоточимся на главном месте. Присылайте свои идеи, новости, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация и контакты на сайте 1Rostov.tv. И, конечно, мы есть в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграме. Подписывайтесь. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином «Элис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова